Поздравляю с победой! 2-0 в прошлом круге в первом с импульсом сыграли 4-4. Насколько довольна команда сегодня? Ну, наверное, капитан лучше скажет, насколько он доволен командой сегодня. Ну, что тут говорить, счет 2-0. 0 пропустили, 2 забили. В принципе, ну, можно сказать, что недоволен, наверное, больше атакой, потому что не реализовали много своих моментов. В защите должны отдадим сопернику, который решил вообще сегодня даже с метров пустые не забивать. Вот так, в принципе, ребята отработали на хорошем уровне. В принципе, все понравилось. Новое подписание, Савицкий Александр показал, на что он способен, что он неплохой футболист. Так что сегодня днем доволен и игрой, ну, и, в принципе, жизнью. Хочется выделить, наверное, вратарей сегодня и у команды соперницы у нас, у импульса там вообще вратарь творил какую-то неимоверную, неимоверные вещи какие-то творил, отбивал там с метра. У нас чел наш, кстати, поздравляем Даню Горбунову с Сухарем, со вторым. Вот, у нас чел силой мысли вытащил такой мяч, когда у них игрок не попал с сантиметр, наверное, даже в ворота просто. Еще хочется отметить Александра Беседина за сегодняшний перфоманс медийный, я бы сказал, потому что поднимаем уровень медийности Лиги студенческой футбольной. Чеза ХППЦ. Почему не выходят наши интервью? Мы даем вам контент, вы не даете нам места, чтобы его делать. Вот. Кстати, Руслан Реначович делает очень крутые влоги. Отметим влоги от Руслана Сагдеева, команда Юнион, если что. Я сделал такую тенденцию, что когда мы не делаем влоги, мы всегда выигрываем. А когда мы делаем влоги, мы проигрываем сначала 16-1 в волне, потом проигрываем сколько, 8, 8-2 в волне. Короче, против команды Волна мы больше никогда не будем делать влоги, и вообще против любой команды, наверное, больше не будем их делать. Просто там буду говорить перед игрой и после игры, для того, чтобы что-то просто можно было вставить, а Рус потом нарежет там с той вот камеры нарезочку. Немножко расскажите мне, что происходит на Южной Лиге. На Южной Лиге происходит беспредел. В принципе, ну там, понимаете, невозможно играть, когда команда спонсируется государством. В принципе, у них есть тренер. Ну, вот я говорю про технологику, да. Потому что, ну, как мы, вот, я привык, то, что изоналка, это когда ты приходишь чисто там на полуспущенных, хотя, блин, куда мне говорить про полуспущенные, ну, ты приходишь просто чисто так, прийти в состояние после, допустим, ну, после предыдущего, получается, дня, да, чтобы прийти в состояние, чисто побегать, встретиться с близкими, знакомыми, после чего там приятно провести время. А ты приходишь, и приезжают команды, у которой тренер, замена три банки, и какие-то они грубые были, ребята. Ну, ладно, тоже не мне говорить, опять же, про грубость, но, в принципе, я считаю, что грубо при счете 10-1 бить человека в подых. Как говорится, нас бьют, мы летаем. Вот, да.